Йоу, всем здорова! Мы на московском споте, на самом, наверное, необычном московском споте, который называется Slip Sport. Сегодня у нас очередной тест скейт-стаффа, а именно вот этой вот досочке Welcome. Чем она примечательна и вообще, почему мы решили ее затестить. Те, кто катается давно, знают, что доски, на которых катается большинство скейтеров, называются форма у них Pop Cycle. Что это значит? Это значит, что тейл и нос симметричные. Но те, кто катаются давно и разбираются в этом, знают, что у Pop Cycle на самом деле не симметричная форма. То есть нос всегда больше и сильнее загнут, чем тейл. Он и длиннее, и шире, как правило. Чем же примечательна вот эта доска? Это доска Twin Tip. У Welcome они называют это Evil Twin. Не всем скейтерам знакомо такое словосочетание, как Twin Tip. Но сноубордисты, как правило, его знают. Twin Tip означает, что доска симметричная полностью. То есть у нее одинаковый тейл и нос. Фактически это два тейла. Или два ноуса. Я даже не знаю. Наверное, это два чего-то среднего. По длине каждый из тейлов у нас 6,8, если не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Виллбейс 14,5. Общая длина... А сколько у нее общая длина? А, 31,95. У нее общая длина. Ну и ширина 8,5. Вот. В принципе, все, как мы любим. Для 8,5, кстати, она довольно короткая. Но короткая она за счет того, что у нее не длинный нос. Или это тейл. Не знаю. Бренд это Welcome. Мне очень нравится бренд Welcome. Почему? Потому что, во-первых, назовите мне райдеров команды Welcome. Не можете? Лично я вот помню Райана Тонли. Потому что у него вот-вот на трэшере выходила партия. И помню Норвас Конселос. Потому что, в принципе, не так много девочек катается на скейте. Ну и умеют кататься на скейте. Вот. Остальных, ну вот, честно, не помню. У Welcome такая позиция. Они никак в футболе, они не перекупают скейтеров из команды в команду. Не платят, в принципе. За них катаются те чуваки, которым реально нравятся эти доски. Вот. Ну, доски эти нравятся, наверное, всем, кто, так сказать, поддерживает коровый. Скейтбординг, трушный. Почему? Потому что чуваки делают реально качественные доски на фабрике ББС. Это в Мексике. На данный момент, скорее всего, это фабрика самых качественных досок. Назовите мне любой качественный бренд. И с вероятностью 80% эти доски делаются именно на ББС. Блин, кто щелкает на эти грани на этом споте, они очень плохо поступают. Я прям не могу. Надо заезжать же. Так, ладно, да, рассказываю. Так, короче, затестим эту доску. Вообще, вот, сейчас подумал, а зачем у попсайкл досок нос больше и сильнее загнут? Вот, типа, нафига это нужно? Может быть, реально надо делать всегда твинтип и вообще не париться? Сделай попшой, едешь дальше. Тебе не нужно думать. Тейлом вперед едешь еще. Знаешь, такая ерунда, когда ты на споте разгоняешься. Такой, все, кинул доску под ноги, летишь на спот. Ты понимаешь, что ты едешь тейлом вперед, что тебе приходится делать? Тебе приходится останавливаться. Ну, и не делать трюк. Потому что ты сразу такой бум. Не получится у меня ничего. Почему? Потому что непривычно сразу. Вот, может быть, нужно все доски вот такими делать. Будет тогда клево и весело всегда. Так, ну что? Поклеим сейчас шкурочку на нее. Затестим, посмотрим, действительно ли можно не заморачиваться и ездить тейлом вперед, носом назад. Короче, когда тебе абсолютно не важно. Посмотрим. А, кстати, шкурочку я взял. Вот такую. Пеппер. Те, кто в наших магазах бывают, наверное, уже видели ее. И, наверное, сотрудники уже рассказывали про них. Вот. Но кто не знает, как бы скажу, это очень крутой бренд. Относительно новый, родом из Калифорнии. Очень большая команда у них. В том числе за них катается наш соотечественник Анатолий Титаев. Для многих он прям, ну, наверное, один из самых крутых российских скейтеров. И понятно почему. Чем примечательен этот шкурец? Он входит в новую дистрибьюцию. То есть, это группа компаний, в которую входят такие бренды, как Ума и Эйс. Дистрибьюция называется Меса. Запомните. Вообще, ребята, молодцы. За ними, скорее всего, будущее. Если они сейчас сделают еще какие-нибудь крутые колеса. Какой-нибудь аналог спидфайрам или бонсам. То, скорее всего, нам не нужны будут другие дистрибьюции вообще. Мы будем только Месой пользоваться и не париться. Круто будет. Думал сначала как-нибудь прикольно наклеить шкурку. А потом подумал, что у меня же доска твинтип. Зачем мне сверху понимать, где нос, где тейл. Правильно? По поводу шкурки, короче. Чего думаю? Мне нравится шкура. Знаешь чем? Она более цепкая, чем, например, тот же кваленый моп-гриб. Но она тоньше гораздо. То есть, те, кто постоянно моп-грибом пользуется, знают, что он заламывается. Ну, допустим, ты его в трубочку сворачиваешь, вот в такую тоненькую прям. И он заламывается, особенно если ты там пару дней в такой трубочке его подержишь. Почему заламывается? Потому что толстенький. Ну, типа от бумаги отклеивается. И потом следы на нем. Толстенькая шкура. Вот. А вот этот пеппер тоненькая вообще. Ее можешь прям вот в такую вот свернуть, как косяк. И она вообще, ну, не заламывается, ничего круто. Не знаю, какой в этом понт. Наверное, если шкурка у тебя тоньше, то и доска в целом ощущается тоньше. Не знаю. Ну, просто это прикольно. Обратил внимание на это сразу прям. Так, собрал скейт. Вот он красивый, классный. Вот где нос, где тел? Непонятно. А вот так понятно. Зачем они сделали дизайн несимметричный? Сделали бы симметричный, было бы лучше. Ну, ладно, это чисто мое мнение. Что еще решил усложнить себе задачу или облегчить? Хочу поменять расходники в подвесках, то есть это бушинги и пивот капы. Почему? Потому что, как ни крути, когда ты катаешься, подвески все равно работают по-разному. У всех скейтеров есть передняя подвеска и задняя. Ну, некоторые даже пометочки на них делаются. Чего я вообще угораю? Всегда же видно и так. Ну ладно, не важно. Что, поменяем, да, эти бушинги сейчас быстренько? Тоже чик-чик. Сейчас я почти справился. Миллиметр за миллиметром. Во, вот он. Фух. Во. Ну, кстати, смотри, чуть-чуть совсем. Типа, прям. Чуть-чуть. Но, тем не менее. Настолько плотно, что я его туда пихаю, а воздуху некуда деться, его воздух обратно выплевает. Кстати, когда смотрел бушинги новые, у Эйс есть еще бушинги хард. Ну, это медиум, такие же, как в стоке стоят. Вот. А есть у них еще хард. И меня смутило немного. Вот интересно, почему они так сделали. Эйс вообще чем славится? Тем, что у них бушинги разной жесткости. То есть, маленький и большой, они отличаются. Вот, даже сейчас точно скажу. Маленький бушинг 91А, а большой 86А. Ну, это сделано, чтобы подвеска прожималась сильнее, а назад выстреливала быстрее. Как бы все логично, все круто. Те, кто разбираются, даже в индиках так делают. Ну, то есть, ставят разные бушинги специально. Вот. А жесткие бушинги у Эйс почему-то одной жесткости. 96, если не ошибаюсь, или 94. Вот вопрос. Почему они в жестких бушингах тоже разными их не сделали? Собрал я досочку. Красиво и очень получилось. Сейчас попробуем покататься, что получится. Ну, и потом, соответственно, расскажу ощущения, впечатления. Поехали. Что, что надо сделать? Здесь все-таки, вау, он может сделать флип. Надо снять. Да, да, да. Так, а в смысле, в этом и прикол доски. Короче, нужно снять ноль флип, шовет ноль флип. А потом то же самое фейки. Фейки флип. Шовет фейки флип. Чтобы понять, есть понт в этом или нет. Фейки флип. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот что значит кататься на лузовых траках Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok